всем шаблотов хорошая неделя значит сегодня первый день недели и как раз совпало так очень интересно да что сейчас же в этот шабать читали первую главу торы берешит я буду чуть можно добавлять если какие-то есть вещи интересные будут добавлять немного из-за книги берешит из вот недели сейчас начинается самые интересные недельные главы 1 глава как был сотворен мир как был сотворен человек как вот этот вот 1 1 вот это вот беседа между богом и человеком когда чекса села дерево познания добра и зла что значит он села видео познания добра и зла и как он вообще мог от него съесть и что изменилось это дико было интересно может быть даже сделаем отдельный урок было бы классно конечно делать отдельно урок на эту тему потому что это очень сильная история я вам цвета обязательно сами тогда почитаете почитайте первая недельная глава яков шаталин наверняка читал очень очень интересно как же все-таки мог первый человек ослужиться всевышнего сесть на дерево познания добра и зла что изменилось с ним почему он стал смертным после этого до этого был бессмертный как бы мир шел а бог это все заготовил или нет вот это вопрос был да где это свобода выбора что получается бог не знал как он поступит знал а была свобода выбора было все это мы узнавали в эту субботу а сейчас мы возвращаемся 7 глава экклезиаста где он уже начал нас обучать цель сам он как правильно жить из первых 6 глав он нам просто показывал что все куда-то не посмотри это все и выливали им пар паров и раут руах огорчение для духа значит вот мы уже поняли что все это эвелем или в раут руах а теперь то что а он нам тебе говорит а что теперь теперь все равно как как то есть такая мечта тоже в уснатория что спорили дом шамая и дом елеля это были две такие школы мудрецов в 1 под под предварительством елеля а вторая предварительством шамая спорили о том хорошим чеку рождаться или не хорошо в этот мир и вот они спорили значит три с половиной песня не своими то есть это не был просто там скоро ну чё там хорошо ли не хорошо они как бы изучали всю 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 тору все что есть в торе все что известно и в итоге сказали что лучше было бы не рождаться хотя зачем так долго было спорить если в экклезиасте мы получили же как раз 6 главе что если человек неправильно живет так выйдет уж лучше чем он прямо царь сама же начинает помните 6 глава если вы вернетесь что он говорит такую вещь 6 он рассуждает о том что видел я очень большое зло на земле и это очень часто бывает что чека там что-то создает делает а потом не может этим пользоваться кто-то другой приходит забирает а вот человек рожает сыновей много у него сыновей много лет живет а не может он на ему все не нравится да так он получается всю жизнь страдает выйдет что лучше чем ему в общем всем мы с этим разобрались разобрались мы что принципе всевышний с самого начала увидим с первой главы он в начале он создал чеку райские условия но человеку все время было мало все время было мало и вот это вот слово мало не хватает а все не так хорошо как могло бы быть а вот я сейчас хочу по-другому хочу лучше и то есть то что забирает у человека счастья это то что забирает у человека счастья и жизнь тоже да нет тоже он недоволен все знаете теперь а дальше нам говорит что лучше читать вернемся снимала что хорошо лучше говорить имя доброе чем масло помазание дачи масло духи жад духов запах такой идет на метр-два а доброе имя это как личный бренд остается надолго и дальше он говорит лучше идти в дом скорби чем идти в дом в ресторан дом пира почему потому что там в доме скорби чем придут правильные мысли и он поймет что все то живое заканчивается ему придет правильный ракурс что смысл жизни это не в том что в этом мире в этом мире все равно ты ничего не догонишься дайте будет мало всегда будет не хватать всевышний так на сделал что у нас все время незакрытые потребности и не будет никогда ощущения полноты жизни в этом мире невозможно поэтому лучше не пытаться а потому что а принять все как есть что этот мир несовершенен и материальном мире нет нет удовлетворения дальше он вот этот отрывок очень непонятный без объяснения что лучше гнев всевышнего чем его смех насмешка потому что когда всевышний поворачивается таким вот лицом как будто бы делает зло то у человека улучшается сердце то есть страдания они человеку дают возможность действительно задуматься и с уйти вот спрыгнуть с это вот бесконечно знаете как амички в колесе бегают называют еще это жизнь красивый бега как амички бегают чек когда у него что-то болит он лежит в кровати думает куда я бегу и что я дальше буду но надо любое если добегу а если не добегу так что получается и он может задуматься что есть другая сторона жизни и вот четвертый отрывок а значит мы на нем остановились лев хахамин бэбэк эвэль сердце мудрецов в доме скорби а сердце глупцов в доме радости хотя казалось бы радость это является заповедью а грусть это является преступлением вы знаете это точно очень интересная вещь что когда человек грустит это же есть его преступления то есть он недоволен всевышнего недоволен жизнью недоволен собой ему все не надо а че ты грустишь то делай что-нибудь делай предпринимай усилия улыбайся занимайся своим здоровьем учи тору то есть очень много очень много возможностей улучшить вот эта грусть потом приобретенная беспомощность нет я ничего не могу я уже все перепробовал нет все равно ничего не получится я все знаю во первых не все ты знаешь не все это перепробовал если ты даже когда-то что-то пробовала не получилось это вообще ничего не значит то что было то было теперь значит почему же тогда написано здесь что сердце мудрецов в доме скорби он говорит такую вещь это в симка коэн он говорит такой женщине очень интересно что когда человек помнит а вот этом дне перехода из этого мира в грядущий мир и когда он понимает что это всего лишь день перехода что я она никуда не исчезает я не меняется она уходит только в духовный мир и когда мудрец он напомнит все время то есть него есть часть его внимание как бы лев мудрецов он не сам в скорби он сам не в скорби а его направлении его мышление он все время помнит о дне смерти то есть он как а в есперте вот такая мешна что шум вью махат лифнеми татэха сделает шуму раскайся за день до смерти так задают вопрос а чек не знаю для своей смерти говорят о поэтому ты должен понимать что он может быть в любой момент и поэтому лучше раскаяться сегодня за день до смерти да то есть иметься ввиду раскаяться стать на правильный путь и и дальше там написано будут всегда твои одежды белыми то есть без греха человек когда он помнит о смерти он не согрешит причем это один из способов один из способов отогнать от себя вот этот ецерара вожделение грешить это вспомнить день смерти то есть один из способов вспомнить день смерти и с этого ракурса как бы намного легче справляться со своими животными какими-то позывами со своими там раздражениями гневливостью вау там такая проблема смотришь со дня как бы вперед да думаешь а вот если перед смертью думал бы я что это проблема да вообще бы сказал бы классный день прекрасный все хороший день но там не получилось так как я хотел так повернись пойди погуляй подыши по покайфуй что ты будешь злиться нервничать переживай то есть вот этот ракурс значит сердце мудрецов она в доме скорби это дом скорби это переход между когда человека хоронят это называется место дом скорби дальше он говорит следующее а почему лифт селим богатым ка почему сердца дураков в в доме радости значит как живет дурак дарков я слышал одно интервью просто интервью какого-то человека которые очень популярны кстати соцсетях ютюбе и выритут не моя жизнь вообще не нравится вот я не ну просто мне все тошнит не все не нравится а я вот думаю а вот поеду через две недели на плаве и я начинаю мечтать а вот это вот баре и мне как бы я перестали думать что мне все не нравится я уже на баре там да и говорит вот это мой способ как я живу то есть я все время достигаю какую-то цель потом мне все это не нравится но я себя обманываю новой целью я уже в мыслях я уже там следующей станции он говорит вот хороший способ типа живите так обманывайте себя значит будьте все время в какой-то следующей станции что там бы но говорил чисто о материальных удовольствиях которые действительно не насыщают если человек он это называется сердце дураков в доме семьи потому что они о чем думают вот куплю себе новую вещь она там меня сделает счастливым так у тебя уже есть десять вещей которые ты хотел купить и купил даже да но нижней сделали тебя счастливым почему ты думаешь что новая вещь сделает тебя счастливым а вот я достигну там стану чемпионом стану известным вот у меня ролик наберет миллион просмотров стану счастливым не станешь у тебя уже были ролики миллион но даже если не было посмотри на других у кого были и еще они стали счастливыми от этого нет материальный мир не насыщает поэтому сердце мудрецов она находится на конечной точке материального мира и он понимает с этого ракурса истину суть вещей и что духовная которая уже и в этом мире духовно это насыщает вот прикол в чем если человек ставит себе цели в духовном своем развитии то он нас и испытывает реально насыщение потому что он переходит на другую волну дальше говорит он дальше следующая вещь лучше послушать увещевание увещевание мудреца чем человек который слушает песни дураков значит если мы посмотрим у тебя когда листаю там ленту знаете сок сетях листаю в там рилсе или шортсе да вот есть короткие смотрю там сто тысяч просмотров миллион просмотров двадцать миллионов просмотров думаю что люди смотрят 20 миллионов раз смотрю такая чушь ну такая вообще вообще ну не просто ну вот вообще никакой пользы для человека который это смотрит теперь а вот этот урок например да то есть здесь польза вообще вечная жизни польза в правильный ракурс у тебя в этом мире с тобой все хорошо то есть не секундная польза а польза глобальная ну там тысячи просмотров две тысячи просмотров три но не 20 миллионов я сейчас как раз вспомнил вот в этот момент в первой главе недельной когда змей он на объяснял женщине про про то что вложно скажи то дерево познания добра и зла он говорит ей как смотри это же дерево-то она уже хорошая посмотри вот она он так задал вопрос что от всех деревьев кушать нельзя женщина мере можно где кушать как раз это наша пища плоды деревьев все а чё от этого нельзя кушать бог запретил типа но я нас сказал а бог запретил о змей он же не понимает Змей, это животное. Животное, оно реагирует только на материальные импульсы, да? И он говорит, это хорошее дерево, хороший плод, это же не ядовитое. Почему нельзя кушать? Почему нельзя? Что за бог сказал? Что за бог вообще? Какой бог? Можно кушать? И она посмотрела с животной точки зрения на это дерево. Говорит, действительно можно, а чего? Дерево приятное для глаз, вожделенное. Все будет хорошо, то есть, понятно. Теперь люди, которые гонятся за удовольствиями этого мира, они точно так же, как тогда женщина, она посмотрела на дерево с точки зрения животного, да? Вроде бы, а чем плохо есть некошерное? Ну, ешь и ешь. А чем плохо есть, много. Еда вкусная. Почему это мало есть можно, а много есть нельзя. Если она вкусная, так чего бы не поесть? Ты же кайфуешь, ешь. Тут, значит, есть психолог всех вот этих вот извращенцев. Хочу и буду. Хочу и буду. Будь, все, хочешь, делай. Какая разница там, женат, не женат, замужем, не замужем. Хочешь, будь, мужчина, женщина. Хочешь, будь, делай. Все, что тебе в голову взбредет, делай. И получается, что, что, говорит царь Саламон, лучше послушать увещевание мудреца, который говорит, послушай, если ты сделаешь это, посмотри на последствия. То есть мудрость, это посмотреть на второй шаг, на третий шаг, на четвертый шаг. Это увидеть последствия, да. И это мудрость. Лучше слушать мудрецов и думать о последствиях, чем слушать дураков, которые поют песни, что хочу и буду, будет все хорошо. Делай, что хочешь, и типа, а там посмотрим. Теперь дальше говорит, значит, как звук горящего костра под кастрюлей, так же смех дураков. Он говорит, вот этот вот смех дураков. Смех, вообще-то, очень хорошая вещь. Веселая, радостная. Поэтому, когда, на первый взгляд, опять же, мудрец, он говорит серьезным лицом какие-то умные вещи, да. А дурак, он с глупым лицом шутит, да, там. Они прям специально делают глупые лица. На этом построены вот эти все стендапы, высмеют кого-то все. Но эффект какой? Человек смеется, у него происходит секундная разрядка, да. То есть, на секунду он получает реальное удовольствие. Но это удовольствие, оно пустое, потому что на следующем этапе оно ему ничего не дает. Он просто убил время и отвлекся от каких-то своих проблем и сложностей в жизни. Дальше говорит Зарсамон. Значит, Ошик это грабеж, значит, обесценивает сердце мудреца. Что за грабеж обесценивает сердце мудреца? Значит, вот тоже без объяснения не поймешь. Значит, грабеж обесценивает сердце мудреца. И теряет сердце мудреца. Подарок. Значит, как работает? Работает очень просто. Вот смотрите. Значит, человек, например, хочет украсть. Лежит какая-то вещь. Есть смешной анекдот на эту тему, чтобы понятно было. Люди разные рассказывали о чудесах, которые они наблюдали в своей жизни, чудеса Бога. И один такой религиозный еврей, он говорит, у меня было чудо, говорит, вы не поверите. Я в шаббат, иду по городу, значит, иду в шаббат по городу, смотрю, лежит пачка денег. А в субботу, если это не в Израиле, а в других странах, если нету такой стены, которая город делает как бы одним владением. Да, вот есть там, например, это Иру называется, стена такая. То есть, внутри своего дома, например, ты можешь переносить предметы. Но выносить из дома на улицу ты не можешь в субботу. И он идет по улице какого-то города в субботу, ничего с собой носить нельзя, из дома нельзя выносить, и носить нельзя, переносить с места на место. И он говорит, иду, а суббота смотрю, лежит пачка денег. Я думаю, суббота же, нельзя носить, нельзя, что же делать? Говорю, Господи, сделай для меня чудо, прошу тебя, сделай для меня чудо. И говорит, представляете, поворачивая голову, смотрю направо, суббота, смотрю налево, суббота, а у меня четверг. Бог сделает, что вот у меня как раз сегодня четверг. И это как раз об этом отрывке, что грабеж, он обесценивает сердце мудреца, то есть он перестает быть мудрецом, он застилает ему глаза грабеж. Теперь вы об этот левматана и теряет сердце мудреца подарок, взятка. Значит, тут работает примерно точно так же, когда человек, значит, ему говорят, нельзя, нельзя, например, кушать там тебе, вот это вредные для тебя вещи, это вредно, тебе много кушать вредно, это для тебя вредно, жирное вредно, то вредно, все вредно. Он говорит, я все понимаю, вредно, действительно вредно, сидит такой, ну там 50 грамм уже, все говорят, полезно, можно. Выбивает 50 грамм, еще 50, и потом его только утром нашли уже в больнице, значит, потому что он всю ночь делал вредные для себя вещи. То есть, когда человек, его застилает, вот эта взятка хочу, или взятка нарушит закон, потому что мне это выгодно, то он теряет свою мудрость. Это как раз то, что случилось, когда, когда сел первый человек, и его жена Хава съезли от плода дерева познания добра и зла, то есть у них в голову зашел то, что называется сила воображения, кохадимьон. И это и есть самое главное, то, что человека внутри обманывает, когда ты думаешь себе, придумываешь какие-то схемы, вот он сказал так, а он имел ввиду то, а если я сделал так, а я сделаю так. И как человек бы не крутил у себя в голове вот этот кохадимьон, в итоге он всегда прав. То есть, любой человек, он так все выкручивает реальность, что он как бы выкручивает так, что себя делает все время правым. А кто-то виноват, вот когда они от дерева сели, Бог говорит ему, как же ты от дерева это ел? Как? А он говорит, так это жена, которую ты дал мне, это она. Он же не говорит, а ты как ела? Она говорит, я? Это змей, говорит, это змей меня совратил, что я? Я вообще не предела. То есть, ты же ела, ты же ел. А какая разница, змей тебе сказал или жена тебе сказала? Ты-то ел. Он тебя спрашивает, ты почему ел? Жена дала, которую ты дал мне. Он еще Бога обвинил, а жену обвинил. Есть такие мастера, которые обвиняют сразу одним ударом всех. Значит, и сегодня последний отрывок, который нам дает уже правильную схему мышления. Поэтому говорит царь Самон, Тоф Ахарид Давар Мереши Тоф. Он говорит, лучше для человека последствия знать вещи, чем знать ее начало. То есть, нужно задумываться о последствиях, о втором шаге, к каким последствиям это приведет. Например, значит, человек может понять себя и сказать, так, если я выпиваю, то мне на секунду хорошо, но потом это ведет к каким-то вредным последствиям. Значит, это хорошо, значит, надо убрать, потому что в итоге-то оно плохо. Понятно, да, где? Или тренировка. Если я тренируюсь, мне плохо, но в итоге это меня ведет к хорошему состоянию, хорошему самочувствию. То есть, лучшее последствия вещи, чем ее начало, Тоф Эрит Руах Мегуа Руах. Лучше долготерпеливые, чем высокомерные. Он говорит, в желаниях человек должен тоже, когда он продумывает свои желания. Вот я сейчас сделал в Академии счастья, мы сделали очень такой модуль целый, да. Вначале человек должен понять свой смысл, ради чего он живет. Потом прояснить свои ценности, что для него важно. И только потом делать планы и цели. Но если человек привык действовать по-другому, он вначале хочет, а потом к тому, что хочет, планирует, ставит цель и планирует. А потом оказывается, что это входит в противоречие с его смыслом жизни, с его ценностями какими-то, да. И он попадает в ситуацию, когда вроде он пошел за своим желанием. И вроде вот хочу, буду. А потом он оказывается, ему плохо, оно внутри ему противоречит. И он такой в середине пути стоит и думает, а чем мне дальше это делать? Оно же, ну вот, не идет. Потому что надо было сначала понять свой смысл, понять свои ценности. И только потом выбрать себе ту цель, которую лучше он говорит. Эрих Руах, то есть лучше долго терпеливый, быть терпеливым по чуть-чуть каждый день, чем Гуаруах, чем взрывной такой. Хочу, не могу, давай, давай. Все, он говорит, это не работает, так в жизни делается. Ну все, пока на сегодня мы останавливаемся. Завтра продолжим с вашей помощью. И сейчас у нас есть кусочек из книги, 23-й урок, книги Равзелика Плистина, которая называется Happiness, Formula Stories and Insights. Значит, 23-й урок, как раз он как будто бы нам подсказывает очень важную вещь, инструмент фантастический по увеличению уровня своего happiness. Он говорит, compare it to what? С чем сравнивать, называется этот урок, с чем сравнивать? Он говорит, что люди, мы все с вами, мы постоянно сравниваем, это как бы одно из главных свойств ума, сравнивать. То есть мы берем, сравниваем варианты, направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. Мы сравниваем, а если я сейчас сделаю то, что я сделаю, что я получу, как я получу. То есть ум, он по-любому постоянно сравнивает. Но вопрос, вопрос, вот эти автоматические схемы, которые уже заложены в уме каждого из нас, дают ли людям счастье? И вот он говорит, вот представьте ситуацию, example, он говорит, for example, для примера. Вот какой-то человек, он пошел в самый дорогой, лучший ресторан, который только мог найти в своем городе. И заказал самый expensive food, самую дорогую еду. И покушал, ну это идеально был вкус, все было идеально. И потом он всю свою жизнь, rest of his life, он всю, остаток своей жизни, он говорит про всю другую еду в своей жизни. Это не такая хорошая еда, как я кушал однажды. Вот тогда была еда, сейчас это, конечно, вообще, да, относительно того. Он говорит, ну это нормальный человек, вы что про такого скажете человека? Он вообще нормальный, он испортил себе жизнь этим сравнением. И он говорит, я как-то рассказывал это на лекции, и один человек из группы говорит, вы не понимаете, это точно про меня, потому что именно прошлой ночью в гостинице мы здесь остановились. И я зашел в ресторан и сказал, что это не такая хорошая пища, как в другом ресторане, в котором я был 5 лет назад. И, значит, и сейчас я понимаю, насколько глупо был этот ответ. Теперь, если мы знаем, что мозг сравнивает, так теперь, как сравнивать? Вот вопрос. И он говорит, человек, который хочет быть счастливым, значит, он в любой ситуации сравнивает ситуацию с несколькими вариантами, которые могли быть намного хуже. И вот он одному такому жалобщику, он посоветовал именно этот способ. И он говорит, две недели всего попробуй. Значит, 2x, и посмотри, что произойдет. То есть, каждую ситуацию плохую сравнивать с тем, что еще хуже, чем это. И тот, через две недели пришел, говорит, да, говорит, у меня вообще изменилась перспектива, и у меня вообще взгляд на жизнь, и у меня, говорит, my complaining has drastically decreased. Мой уровень жалоб, он полностью снизился. Так вот, получается, что я как-то этот совет, я взял это в Академию счастья. Многие отсюда его советы я взял в Академию счастья. И я как-то своему клиенту, у него были очень сложные женовые отношения, и скандалы, конфликты, там вообще такие. И он раньше из-за этого страшно страдал. А потом я после этого спрашиваю, как у вас дела? Он говорит, вы знаете, говорит, я очень доволен, говорит, хорошо, что не убила. Это у него была шутка. Каждая там у нас была встреча, занятия, я спрашивал, ну как сейчас улучшается. Он говорит, вы знаете, говорит, могу точно сказать, что я счастлив, что не убила, говорит. Радует, что не убила, радует, что не убила. В итоге он с ней разошелся. Разошелся, разошелся, и сейчас радуется, что разошелся. Радуется, что разошелся. И, значит, потому что могло бы быть и хуже. Потому что если бы не разошелся, могла бы в конце концов убить. Могла бы. Всегда надо сравнивать с чем-то, что хуже, а не с чем-то, что лучше. Но это выбор. Это как раз вот эта свобода выбора, которая у нас появилась после того, как первый человек съела дерево познания добра и зла. Придумывать, что такое добро и что такое зло, мы все умеем. Поэтому любую ситуацию можно для себя так объяснить, что она превращается в хуже некуда. Он на меня так посмотрел, что я почувствовал себя просто там вообще полным. И дальше идет такая фантазия, что тот, если бы знал, что вообще в его взгляде было заложено, он бы вообще удивился. Или в том поступке. Вот ты так поступил, что я, значит, и такое. Он говорит, да я просто вообще, ну просто я там, я не знаю, сделал шаг. Я ничего не поступал. Мне не было этих всех мыслей. То есть человек наполняет своими фантазиями всю свою жизнь. И совет его, с чем ты сравниваешь. То есть если ты сравниваешь свою жизнь с тем, что намного лучше, ты всегда будешь в яме, да? А если ты сравниваешь с тем, что намного хуже, то ты всегда будешь в кальфе. Все, дорогие друзья, чтобы мы умели сравнивать, благодарить Всевышнего. Могло бы быть хуже. Все, что есть сегодня с каждым из нас, это на этот момент лучшее. Другого нет варианта. Всевышний добрый, создатель, творец, любящий, он дал каждому из нас вот такую ситуацию. Иногда он показывает злое лицо, как было написано, да? Для того, чтобы нам сердце стало лучше, чтобы мы поняли, что мы не туда забрели, не то сделали. И поменяли свои пути. То есть это вынужденная мера иногда, значит, сделать человеку какую-то неприятность. Чтобы он понял, что надо поменяться, надо поменять свои пути, взгляды, подходы, действия. И все будет хорошо. Все, с Божьей помощью. Значит, через 30 минут у нас будет урок для партнеров, спонсоров Айкра, которые помогают распространять знания Тора во всем мире. То есть они включают свет. Те, кто сидят на рубильнике, своими деньгами они помогают. И мы изучаем, как сделать так, чтобы было больше благополучия денег. Чтобы все было, и нам за это ничего не было. Потому что деньги – это как энергия, которая при увеличении, она обостряет все проблемы. И дает очень, с одной стороны, она дает большие возможности энергетические. Но, с другой стороны, и большие с ними опасности. Потому что, когда человек идет пешком, даже если он кого-то оттолкнет, ничего страшного. Когда он едет на спортивной машине, дали ему машину, 300 километров в час, забор, и все. И нет у человека. Поэтому не всегда увеличение денег самому человеку приносит счастье. Тоже мы учили это все уже в первых шести главах. Царь Самона это очень много говорил. Поэтому можете повторить в предыдущем уроке. Поделиться ими со всеми своими друзьями, знакомыми. То есть, можно помогать Всевышнему распространять Божественный Свет. Просто делясь. Напишите комментарии, напишите свой вывод. То есть, это все. Чем больше вы учитесь, тем больше вы делитесь. Тем больше Божественного Света в мире. А немного Света разгоняет много тьмы. Как человек в темную комнату заходит с одной свечкой, а уже видно. Также немного Света разгоняет много тьмы. Все. Всем удачи, успехов. И с Божьей помощью встречаемся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok